Это интервью дня и Константин Ганов. Здравствуйте. В этом году Алтайской краевой организации народных ремесленников «Город мастеров» исполняется 10 лет. В честь этого события в Барнауле с 3 по 5 октября пройдет краевой фестиваль народных ремесел «Живи традиция». Сегодня у нас в гостях руководитель «Город мастеров», народный мастер России и Алтайского края Виктор Романов. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Здравствуйте. Виктор Михайлович, 10 лет – достаточно серьезный такой уже срок. И все эти годы чем занималась организация? Развивалась, росла, во что превратилась, с чего начинали? Ну, начинали мы с того, что идея вот эта витала давно. Это лет 15 назад. Я встречался со многими мастерами, но вот поговорим, поговорим, потому что вставал вопрос, как возродить народные промыслы, ремесла, как возродить народную культуру. Ну, конечно, были сложности, долго искали помещение, потом нашли у нас помещение, небольшой выставочный зал и одну мастерскую. И мы… Открытие было в 2009 году в выставочном зале. И опять вот прошло время, какой-то месяц, два, три, и мы опять… Выставка состоялась, и что дальше? Опять вопросы. Ну, я начал ездить… Работа с коллективами, наверное, со школами, что-то такое должно было бы происходить? Ну, у нас в организации на 2009 год было 3-4 мастера. То есть вся организация из 3-4 мастеров состояла? Да, да. А сейчас-то сколько? Сейчас у нас огромная организация. Ну, я расскажу. И мы… Я начал ездить по краю, встречаться с мастерами. Ну, не секрет то, что мастера в районах, в деревнях, они застенчивы мастера. И вот я стал с ними встречаться, они… Ну, вот, конечно, та же проблема, как передать будущим поколениям то, что они умеют. И проблема в том, что далеко районы или близко очень сложно пробиться на уровень выше, на уровень, например, городов, на Барнавул и сделать выставку, хотя бы показать. И мы всё это собирали по крупицам, эту всю информацию договаривались с мастерами, то, что если у нас есть выставочный зал, то мы предлагали выставиться персонально, или групповую выставку, выставиться в нашем выставочном зале. И мы смотрели, и была реклама, и продвижение этого мастера. Мастера, конечно, у них воспрял дух, то есть это в городе очень сложно выставиться, то выставочных залах не хватает, то это… А у нас мы предоставляли совершенно бесплатно. И вот так постепенно, постепенно… И постепенно вы набрали какое количество мастеров? Сколько сейчас членов в городе мастеров? В нашей организации в настоящее время 30 членов города мастеров. Ну, я так понимаю, раз их не сотни, а всего лишь десятки, то это не так просто стать членом организации город мастеров. Нужно иметь какой-то опыт и, возможно, какую-то историю свою. Естественно, у нас жёсткий отбор, нужны профессионалы. Но мы не только профессионалов смотрим, мы с районов подтягиваем ещё и начинающих мастеров. Подтягиваем… И там главный критерий какой? Самобытность или работа с детьми, может быть, чтобы он передавал какие-то полученные навыки детям? Ну, интересно и самобытность. Интересно то, что те ремёсла и промысла народного творчества, которые были у нас на Алтайском крае издавна, это и глина, и гончарка, и прочее, прочее. И сейчас у нас в организации вот 30 народных мастеров, ой, 15 народных мастеров, 30 всего членов организации. И почему так получилось? В 2017 году губернатор Алтайского края подписал распоряжение, и это на Красноармейском 14 полностью принадлежит нам. Представляете, это красивейшее здание. Огромное здание. Огромное. Мне кажется, до сих пор не всё освоили полностью, не все комнаты заняты или уже все? Все. Теперь уже все. Красивое здание. И вот когда мы его ценим, любим, уважаем это здание, в 1904 году это бывшая гимназия «Будкевич», и там учились дети, учились и танцем, и пению, и рисованию. Через сто с лишним лет мы вернулись. Сейчас в нашей организации 10 мастерских. Мы охватили все виды... Прошу прощения, 10 мастерских? Какие мастерские? По каким видам ремёсел? Ну, у нас в организации почти все виды декоративно-прикладного творчества, все направления. У нас «Гунина Анна» — это роспись по дереву, народный мастер. Мозговой Сергей — резьба по дереву, народный мастер. Да, известный, да. У нас и Старшинова Светлана — народный мастер по бисероплетению. У нас и есть Ланин Александр. Это вот мы ещё плюс к мастерам, чтобы на... У нас это тоже интересно. Он народный гармонист России, единственный в Алтайском крае, который собирает коллекцию старинных гармошек и делает маленькие гармошки меньше спичного коробка. Ювелирка, глина — это тоже у вас есть? Гончарка у нас, народный мастер бывших Михаил. Есть у нас Гнездилов Александр. Это тоже возрождает и делает старинные музыкальные инструменты. Учит детей, но это очень интересно. А как это делается? То есть вот есть организация «Город мастеров», есть здание. У какого-то ребёнка появилось желание освоить, либо у его родителей сдать ребёнка, чтобы он занялся чем-нибудь полезным, интересным для него, потому что видит, что есть тяга заняться деревом или глиной. Куда им идти? Может быть, не ребёнок, может быть, взрослый захочет заняться. Куда идти? Как обращаться? Нужно ли готовить мешок денег? Нет, у нас, понимаете, у нас организация — это социально значимое направление. У нас приходят родители с детьми и детские сады. Приходят, я поначалу так, приходят, интересуются и дети, и маленькие, и взрослые уже. Мы проводим экскурсию сначала по высочному залу и по мастерским. Совершенно бесплатно мы проводим. Если ребёнок заинтересовался в каком-то направлении, то ради бога мы обучаем. Совершенно бесплатно у нас экскурсии и прочее, прочее. И интерес очень огромный к этому. Ну, понятно, что вы выполняете серьёзную общественную миссию. Хотелось бы понять, любой человек к вам может прийти и чем-то заняться. Правильно? Да. Это здорово. Поэтому я всех наших зрителей призываю обязательно зайти в город мастеров и попробовать себя хотя бы в одном ремесле. Вдруг у вас есть задатки. У нас осталось времени немного, поэтому давайте совсем чуть-чуть о фестивале, который будет проходить у нас получается с 3 по 5 октября. Называется он «Живи, традиция». Кто примет участие? Будут ли только наши алтайские мастера? Или вы ждёте гостей из ближайших регионов? Чем вы удивите зрителей столицы? И где это будет проходить мероприятие? Ну, мероприятие будет проходить на нашей территории. Красноармейский 14 будет проходить с 3 по 5 октября. Третье у нас 15.00 открытие. Будет концертная программа, ведущая коллектив Алтайского края. Будут мастера. У нас 30 мастеров будет. Мастер-классы? Да, мастер-классы обязательно будут. То есть и там человек сможет попробовать. Да, естественно, на открытом. У нас будут резчики. 5 резчиков у нас будет делать деревянной скульптуры. Тут же интересно всё-таки посмотреть. И маленькие, и масштабные? Масштабные. Масштабные, то есть с бензопилами. Да, обязательно. Это зрелищно, это очень зрелищно. И будет у нас группа кузнецов также делать интересные вещи. Всё это будет проходить с 3.00 до 6.00. Ну и 4.00 у нас с 12.00 до 6.00 будут также работать и резчики, и мастера, и ведущие коллективы Алтайского края. Пятое у нас закрытие. Хорошо, что мы об этом рассказали. Большое спасибо, Юрий Михайлович, за вашу работу, за ваш труд. Будем надеяться, что людей, которые интересуются народными промыслами, будет всё больше. Зрителям напомню. О фестивале общественной организации «Город мастеров» мы беседовали с её руководителем Виктором Романовым. Всего вам доброго и до новых встреч.